Доброе утро! На канале Культура. Время новостей. С вами Татьяна Цыпляева. Коротко некоторые темы выпуска. В Москве назвали лауреатов театральной премии «Гвоздь сезона». Вечер памяти Сергея Юрского прошел в доме актёра. Продолжается реставрация Северного речного вокзала. В центре на Страстном вручили премии «Гвоздь сезона». Этой наградой Союз театральных деятелей ежегодно отмечает пять лучших спектаклей, поставленных в прошлом сезоне в Москве. На церемонии побывала Анна Аполлонова. Одно из последних театральных массовых мероприятий в эти дни. Почти подпольное. Здесь нет незнакомых людей, потому что на эту церемонию не попасть по билетам. Это мероприятие только для своих. Вручение неформальной премии в неформальной обстановке. Своего рода капустник с призами. Здрасте, нужно расписаться, да? Обязательно, обязательно. У церемонии нет ведущего. За наградой лауреаты сами поднимаются на сцену. Их имена, кстати, давно известны. Пять театров, выпустивших, по мнению жюри и Союза театральных деятелей, лучшие спектакли сезона. Две постановки оказались по Гоголю. Женитьба в школе драматического искусства, режиссёр Александр Огарёв. И ревизор Антона Фёдорова в театре около дома Станиславского. Как правило, те оценки, которые мы даём, которые выражаются в решении жюри, они, в общем-то, вызывают понимание, что увидели по аплодисментам, которые раздавали в зале, свиста не было. В этой пятёрке одна опера. Влюблённый дьявол Александр Тителя в театре Станиславского и Немировича Данченко. Ещё постановка Виктора Рыжакова иранская конференция в Театре наций. Все они получили статуэтки малого хрустального гвоздя. И лишь один спектакль получил два приза – «Малый» и «Большой» гвоздь. Это «Один день в Макондо» в студии театрального искусства. Режиссёр Егор Перегудов. Постановка идёт девять часов. Это такой вызов зрителю провести день в театре, погрузиться в атмосферу, которую мы сочинили с ребятами. Это был студенческий спектакль. Он шёл два дня. Сейчас на сцене студии театрального искусства он идёт один день. «Гвоздь сезона» – единственная театральная премия без номинации. Здесь не выбирают лучшего актёра, режиссёра или художника. Награду получает театр, выпасивший спектакль и весь творческий коллектив, участвующий в его создании. Не добыть взять диплом, цветы и, конечно же, ещё раз расписаться. А, конечно, не надо. Хотите? Возьмите. Анна Аполлонова, Иван Журавлёв. Новости культуры. По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом. Власти Москвы и Подмосковья до 10 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Из-за распространения коронавируса московский кинотеатр «Иллюзион» временно приостановил продажу электронных билетов. Кроме того, было принято решение об отмене фестиваля «Франкофония», который был запланирован на 25-29 марта. Об этом сообщается на страницах в соцсетях кинотеатра. Об отмене всех спектаклей сообщили Большой театр МХТ им. Чехова, Театр наций, Вахтанговский театр, Таганка и Маяковка, Геликон опера, студия театрального искусства Сергея Женовача, Театр сатиры, Московский театр мюзикла. Исключения сделаны для некоторых премьер. Их можно будет увидеть в онлайн-трансляции. «У нас слетела огромнейшая наша гастрольная программа, зарубежная, и не только Корея и Китай, но и Прибалтика, и вообще сейчас под вопросом Лондон и Париж, куда мы должны тоже отправиться еще раз в мае месяце. Будем надеяться на лучшее». Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва поздравили с 80-летием Геннадия Попова, заместителя директора музея по научной работе. На торжествах побывал Антон Николаев. Поздравить с 80-летием Геннадия Попова, который более 20 лет руководил музеем Андрея Рублёва, пришли сотрудники и коллеги из других музеев. «Геннадий, мы вас все, вы знаете, искренне любим, действительно глубоко уважаем, нам очень приятно с вами работать». Сфера научных интересов Геннадия Попова, Андрей Рублёв, Московская и Тверская школы иконописи, а также книжная миниатюра. Он автор более 130 научных трудов по древнерусскому искусству. «У него достаточно важная для нашей культуры тема занятий 15-16 века, которая требует энциклопедических познаний, блестящей ориентации в музейных собраниях нашей страны». Геннадий Попов принимал непосредственное участие в формировании коллекции музея Рублёва. В 60-е и 70-е ездил в экспедиции по всему Советскому Союзу. «В своё время в селе Ямкино, где хранилось в церкви 17-го века, хранились запчасти от МТС, пришлось снимать шестиярусные коностасы. Это довольно сурово, я вам должен сказать. Потому что пока ты лезешь на первом, втором, третьем ярусе, ничего. А дальше, ближе к шестому, уже некоторое... Ну, не то, что дрожь в коленках, но просто всё равно это достаточно серьёзная вещь». По оценкам Геннадия Попова, в общей сложности 62-го по начало 70-х из храмов было вывезено и, таким образом, сохранено около трёх тысяч икон. «Конечно, вся эта деятельность носила ещё тогда, в период антирель... ужасающего антирельбеза, такого угара. Вот, конечно, почти антисоветский характер, понимаете. Потому что как, зачем? Это всегда, каждый раз в райисполкомах поднимался этот вопрос. И какая-нибудь там секретарша с четырьмя классами образования долго объясняла нам, что мы занимаемся не тем делом, а надо просто пойти на пассивную». Сегодня Геннадий Попов продолжает работать. Он занимается научными исследованиями, подготовкой и организацией выставок в музее, которому отдал столько лет жизни. Антон Николаев, Владимир Степанов, Новости культуры. В день 85-летия со дня рождения Сергея Юрского в Доме актёра прошёл «Вечер его памяти». Подробности Ольги Яниной. Кадры выступлений Сергея Юрского, его тексты, основа «Вечера памяти», которую назвали «Он держит паузу», отсылая к первой книге Юрского о театре и актёрской профессии. Она называется «Кто держит паузу?». «Самым главным было попытаться сделать вечер достойный Сергея Юрьевича, чтобы это было интеллигентно, чтобы это было умно, чтобы это было наполнено его мыслями, его смыслами». «Величина этой фигуры, она безмерна. Говорить о нём можно бесконечно». Это своего рода путешествие по жизни артиста. На сцене его дочь Дарья Юрская вместе с коллегами рассказывает о детской любви отца, железной дороге, музыке, цирку, о работах трёх в качестве режиссёра и множестве актёрских в театре и кино. Владимир Меньшов, который состарил Сергея Юрского и его супругу Наталью Тинякову почти до неузнаваемости в картине «Любовь и голуби», сказал, что выбор Юрского и Тиняковой на роли пьющего соседа Кузякиных и его жены оказался судьбоносным для фильма. «От этих двух актёров пошло рождение картины как театрализованного действия. И это обеспечило ей такую долгую жизнь. Мне очень не хватает Сергея Юрча. Мне бы хотелось с ним обсудить происходящее и в стране, и в искусстве». Друзья и коллеги говорят, что Юрский был универсально талантливым человеком, который всё делал незаурядно. Не только поражал, но и вдохновлял. Знаете, как говорила Цветаева, творению предпочитаю творца. Вот он входил в мир автора, становился им и потом играл. Когда я приехал в Москву в 79-м году, нам дали задание выучить произведение Пушкина, любое, самостоятельное, «Вечер Пушкина». А я накануне попал на концерт Сергея Юрьевича, и он читал «Графа Нулина». Я был в таком возбуждении, в таком потрясении, что я выучил наизусть «Графа Нулина». И всё это под впечатлением от Сергея Юрьевича. У меня вся жизнь связана с Юрским. Вся жизнь. Я такой поклонник с 14-15 лет, я бы так сказал. Отрывки из спектаклей, где играл Юрский, не стали показывать намеренно. Организаторы говорят, эти постановки нужно смотреть целиком. «Вечер памяти» завершили его строками о том, что всё к настоящему только прелюдия. Настоящее будет потом. Ольга Енина, Александр Шиповал, Новости культуры. Реставрация северного речного вокзала в Москве близится к завершению. Уже в апреле должны заработать обновлённые причалы. Глубокие траншеи, тяжёлая техника. Так сейчас выглядит парк северного речного вокзала. Я в этом парке каждый день проходила по 10 километров. Подрядчик успокаивает. Липам и клёном ничего не угрожает. Все деревья, попадающие в зону производства работ, защищены деревянными щитами. Там, где нет возможности пройти мимо деревьев, для того, чтобы их не задеть, работы производятся за открытыми способами на глубине более 8 метров. Знаменитый парк вокруг главных водных воров столицы появился 83 года назад. Сейчас вся эта территория – объект культурного наследия. Исчезли в первую очередь вазоны в неизвестном направлении. Очень красивые для цветов. Исчезли лавочки, вот такие вот, знаете, которые в 30-е годы были. Но вазоны никуда не исчезли. Просто их сейчас реставрируют. Снимаем форму. Ну, а после того, как форма готова, последний этап, то есть открыт. В соседнем павильоне исторический облик возвращает чугунной ограде. Она отделяла парк от Ленинградского шоссе. Вот главная статуя парка – «Водный путь». Это девушка, которая держит над головой корабль, бегущий по волнам. Сейчас вокруг строительные леса. За годы статуя серьёзно пострадала. По бетону пошли трещины, а арматура у основания проржавела. Статуя тоже ждёт реставрация. На место вернутся и знаменитые фонтаны. Уже залили бетонные чаши и подвели воду. Мы сейчас с вами находимся у исторического фонтана, которого чертежи были утеряны, к сожалению. Но мы восстанавливаем его по фотографиям. А здесь водолазы возвращают на место гранит, украшавший набережную. Даже его не пощадило время. Все камни с водохранилища мы подняли. Мы все очистили от ракушек, от грязи, от ила. Также от пескоструй. В 38-м на одном из причалов Северного речного вокзала снимали знаменитую «Волгу-Волгу». Так это место выглядит сейчас. Водолазы на дне укрепляют бетонные плиты. Каждый метр набережная очищает песком под огромным давлением. Работать приходится даже на весу. Эти конструкции вдоль причала – отбойные устройства. Именно на них приходится основная масса корабля при швартовке. Сейчас старые деревянные меняют на новые стальные с резиновым покрытием. После завершения работы смогут принимать даже круизные лайнеры. Все работы в парке должны закончить к сентябрю. Но уже в конце апреля с началом навигации причалы начнут принимать корабли. Андрей Ященко, Александр Скрепелёв, Борис Сальников, Валерий Купри и Алина Мелехова. Вести. Сегодня отмечает 60-летие Сергей Беляев. Ученик Олега Табакова, актёровый театр. Он продолжает традиции мастера уже в статусе педагога. Сынок! Папа! А, Нина! Большой студент, это нет сомнений, это он, Богомолов, твой старший брат. Пожалуйста, обнимитесь, обними, и я тебя обниму. Ох, ох, какой коронавирус. Сергей Беляев второй год преподает актёрское мастерство в театральной школе Олега Табакова. Сейчас готовит со студентами дипломный спектакль. Молодые организмы рядом, которые... Я им помогаю, а не мне. Это вообще школа, созданная Олегом Павловичем. Она артисту тоже очень много даёт. То есть, когда с ними немножечко позанимаешься, ты потом почему-то лучше играешь на сцене. Подозрительная вещь такая. Школу Олега Табакова Сергей Беляев проходил и сам на третьем курсе Щепкинского училища. С однокурсниками решил отправиться в ГИТИС и показаться мастеру. Идея возникла неспроста. Студенты Олега Павловича учились в УЗИ и играли спектакли в собственном подвальном театре. Так Беляев и его однокурсники вскоре стали первой труппой табакерки. Вот тут очень важно никому не помешать ещё. Играй как хочешь, но остальным не мешай. Главное, чтобы был спектакль. А что ты играешь, я имею в виду роль большая, маленькая, это уже не важно. Но играть надо всегда хорошо. Володя, я всё понял. Из этого дома надо уходить, уходить, пока тебя отсюда не вынесли. Всё, Володя, я всё решил, я всё решил. Мы с тобой едем куда? В Чернигов! Спектакль «Старший сын» по комедии Александра Вампилова Сергей Беляев играет не только со студентами. Постановка войдёт и в репертуар табакерки. На роль Андрея Сарафанова согласился не сразу. Я всегда был, есть какие-то вещи, которые уже сыграны. Я почему-то думал, что роль Сарафанова уже сыграна, именно Евгения Павловича Миливанова. Ну, не то, что я сейчас начинаю сомневаться, но как так получается. Я уже об этом не думаю, потому что я совершенно в этом растворился. Мне это безумно нравится. На театральной сцене Сергей Беляев сыграл два десятка ролей. Не только в табакерке, но и в Амхате имени Чехова. В кино его героев более сотни. Любимый персонаж — клоун в смертельном номере в постановке Владимира Машкова. Лучший подарок в юбилейный год также сделал режиссёр Машков, говорит Сергей Беляев. Роль генерала Макинди в спектакле «Десять негритят» премьера в июне. Отпраздновать день рождения на сцене, как планировал артист, в этом году не получится. Спектакль «Ревизор» отменён из-за карантина. Однако даже незапланированное уничтожение реквизита может превратиться в праздник. А именинным может быть не только торт, но и селёдка под шубой. С наступающим тебя, Сергей Васильевич! Анастасия Егорова, Денис Истапчук, Новости культуры. После выпуска новостей программа «Наблюдатель». Тема встречи — «Малый театр по-итальянски». Сегодня в гостях у ведущего Андрея Максимова театральный режиссёр, актёр Стефана де Лука, народный артист России Василий Бочкарёв, народный артист России Евгения Глушенко, а также Сергей Потапов, актёр театра и кино. Этот выпуск подошёл к концу. Всего вам доброго и хорошего дня!